Всем привет, любители путешественников! Ну что ж, а мы начинаем новую серию, новые выпуски из Турции, из Мармариса. Сегодня мы с вами поколесим по различным районам, по различным бухтам. Побываем на пляже Мармариса, съездим в Ичмелер, съездим в Турунч, возьмем байк. Будет много насыщенных местной информации, поэтому готовьте, как всегда, чаек и погнали! И так, всем привет, любители путешествий! А сегодня у нас будет очень насыщенный выпуск и насыщенный день. Сегодня мы с вами сейчас идем брать мото-байк, будем изучать окрестности Мармариса. Так, ну а сейчас, перед тем, как пойти взять байк, я все-таки хочу выйти на набережную и показать вам, как выглядит набережная Мармариса. Смотрите, все ухожененькое, подстриженное. В предыдущей серии мы с вами прилетали в Мармарис, я уже немножко показывал набережную, как здесь уютненько, красиво. Самая протяженная в Турции набережная находится именно в Мармарисе, она 12 или 13 километров. Она длится аж от начала там Мармариса до конца туда, в Качмелеру. Короче, все находится в окружении таких зеленых гор. Вода, говорю еще раз, прозрачная, но здесь булыжнички есть. Ну, не идеальный, конечно, пляж, на самом деле, в плане цвета песка, коричневый. Поэтому мы с вами сейчас возьмем байк и поедем туда, как минимум в Бачмелер. Это вон туда, там видите, такая бухта. А в идеале мы с вами, ну не в идеале, а вообще моя цель сегодня доехать до Турунча. И под Турунчем посмотреть, это вообще за этим холмом, туда пляжи, они самых лучших под Мармарисом. Ну что, погнали, первая проба, ну как первая, первая проба в этом году море Мармариса. Потому что, ну блин, вода-то шикарная, вообще клевая, не холодная. Хоть я и не любитель холодной воды, но это самое то, что нужно в таком климате сейчас, в такой жаришке. Не, не холодная ни разу, ну по крайней мере у берега. Сейчас я, может, зайду, блин, ну вот булыжники, это хрень, конечно, полная. Вот это не очень, мне нравится, больно идти и больно заходить. И валуны, смотрите, прям вот здесь. Вот, ну вот, кстати, я прошел, здесь уже песчаное дно, и уже норм. И уже, в принципе, можно, вот можно уже, уже хорошо, и уже не хочется уезжать, уже кайф. Аааа, фуууу, класс, первый раз водичку за полгода. Полгода, за полгода первый раз в море. Блин, класс, улыбка сама, сама на лице натягивается, очень классно. Это супер, ребята. Всем советую путешествовать, потому что мозг разгружает, эмоции переполняют. В общем, пишите, как вам пляжик в Мармарисе. Я думаю, что вы от него не в восторге, как и я. Но за неимением лучшего, в любом случае, слушайте, в любом случае, это лучше, чем Ялта, да, там, лучше, чем Судак. Это, блин, это просто однозначно. При этом по цене оно плюс-минус будет так же вам выходить в плане путевки. Ну, кто-то сюда приехал за 20 тысяч рублей, даже за 19 тысяч рублей, ну, на завтраках. Мне кажется, в Крым таких путевок, наверное, нет. Причем отель-то вы видели сами, неплохой, пляж, в принципе, у вас вот под боком. Да не, офигенно, конечно, рыбки даже есть. И мы с вами все, сейчас садимся на байк и двигаем на другие пляжи, чтобы посмотреть на самые лучшие. Следующий пляж у нас с вами сейчас будет Ичмиллер. Да, ну, сейчас мы проходим мимо моего отеля, вот он, Майдрим. Пойдем на вторую улицу, и там я уже вчера спрашивал, мне сказали, 80 лир аренда с утра до вечера. А мотобайка 50 кубов, поэтому это 800 рублей, очень недорого. Вы знаете, насколько я сильно люблю мотобайки, они мне напоминают Азию. И если сейчас все прокатимся, все будет отлично, я думаю, у меня будет куча-куча эмоций, потому что, ну, байки прямо вот умножают позитивные эмоции на 2, это минимум, то есть не на 10. Так, ну что, вот такой вот байк, в общем, с бензином, с полным, а, с полным баком, я, с инсайд, я, в общем, с полным баком, 1100 рублей, ну, вполне норм, такие свеженькие. И сейчас проверим, проверим, как оно едет. Yeah, it's good? Best, best, best. Видите, у всех, кстати, байков такие дуги. То есть для Азии это вообще необычно, ну, для Таиланда, да, то есть видите, по всему вокруг байку стоят такие дуги, чтобы, типа, не разложиться. Видимо, дают они все-таки, ну, не умеющим ездить. Так, ну, все, о чем мы теперь с байком? Еще нужно заехать в одно место, чтобы договориться об экскурсиях на завтра. Ну, как всегда, в Турции каски дают, ужас какой-то. Что в прошлый раз у меня была каска, я не знаю, эсэсовца там или фюрера какого-то. Что сейчас не очень каски. В Азии, конечно, каски более, как бы, приличные, цивильные и надежные. А это что за горшок такой? Ну, ладно, за неимением лучшего и такое сойдет. Друзья, ну вот я заехал, как обещал, к отличному человеку, Сулейман. Он поможет, на самом деле, с организацией экскурсии. Впереди предстоит много-много различных насыщенных экскурсий. В том числе даже Сулейман поможет с прыжком. На самом деле, если бы не Сулейман, я, наверное, не решился бы прыгнуть с параглайдингой, потому что это жесть. Но теперь мне придется прыгать. Ждите выпуски из Алюдениза. Поможет даже с трансфером. Большое спасибо Сулейману. Кстати, говорит прекрасно на русском. Вот расскажи это, друзья. Вам приходилось долго уговаривать на прыжки, но это, наверное, того стоит. Я думаю, что Сергей не пожалеет. И очень скоро ждите нас. Да, большое спасибо. Ну, в общем, надеюсь, все пройдет супер. Впереди много насыщенных выпусков и экскурсий. Я покажу вам все практически основные. Ну, насыщенный. Дальян будет, будет Игейские острова, да. Что у нас там еще? Клеопатра. Клеопатра еще будет. Ну, по Муккале я не еду. Кстати, можешь рассказать про Муккале? Сейчас нормальный вообще? По Муккале по периоду, ну, вообще мы записываем, но вы, если сейчас, в такой период, вы попадаете на самые три жары. Я слышал, 42 градуса, вчера мне люди говорили, ездили, а они офигели. Дорога, хотя с Мармариса, говорят, близко, но это три с половиной часа. И поэтому лучше на второй половине сентября. А там не пересохшие сейчас? Нет, нет, нет. Все красиво, все хорошо? Все красиво, родные. Ну, чуть-чуть жарко, вот из-за жары. Пока что я рекомендую всегда первая половина мая и вторая половина сентября. И после это самый идеальный период для Муккале получается. Поэтому, ну, из Мармариса обязательно приезжайте по Муккале. Но я вам не покажу в этот раз. Будут другие насыщенные экскурсии. Главное, прыжок с параглайдинг, чтобы я, главное, прыгну. Наши морские экскурсии обязательно. Экскурсии, да, морские, это супер тоже. Вот, ну, Сулеймана мы еще позже увидим. Большое спасибо за помощь. Спасибо. Вот, да, ну все, все, ребят, ждите выпусков с насыщенных экскурсий. В общем, однозначно рекомендую брать экскурсии. Однозначно рекомендую брать байк и путешествовать, изучать, ездить. Не сидеть ни в коем случае в Мармарисе. Посмотреть стоит крепость, конечно, в Мармарисе. Мы еще туда попозже сгоняем. Ну и экскурсии, экскурсии, экскурсии. Сейчас поймете сами. Впереди мы с вами побываем на крутых экскурсиях. Поэтому подписывайтесь на канал, если не подписаны. Впереди много увлекательного, интересного. Так, а по пути в Ичмелер есть обзорная площадочка. Удобно на байке припарковаться, где нельзя парковаться. И можно перейти дорогу и посмотреть сверху на Ичмелер. Вот это уже, уже круто. Вот уже, уже бомбиссимо. Можно говорить, начинать. Хотя, я думаю, полноценное бомбиссимо, офигиссимо, охрениссимо. Это будет в Олю Денизе, ребят. Но уже здесь, уже здесь очень даже круто. Смотрите, какая водичка прозрачнейшая. Вот действительно, да, хороший пляж, хороший. И вот здесь клево. Блин, круто. На байке едешь, блин, наконец, эти эмоции. Прям, ух, ух, ух. Супер. Оп, 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 оп. Байк, кстати, что могу сказать про байку. Ну, все нормально. Тянет, едет. Сколько он там? 50 он где-то тянет. Я думаю, вдвоем нормальный запас у него есть. В общем, байк неплохой, нормальный, новенький. Сойдет. Конечно, он 120, как тайские байки, не разгоняется. Не такой мощный. Но и на том спасибо. Ну, все. Вот мы Игорь Чмелери припарковался. Радует меня то, что в Турции можно парковаться где хочешь. Ну, точнее, ну, никому не мешая. Вот припарковались. Ничего, все бесплатно. Отлично. Никто не берет, как там в Европе фиг припаркуешься. Ну, и что же себя представляет Ичмелер? Сейчас прогуляемся до пляжа. Я знаю, здесь вот идет такой канал. Видите, можно на лодочках поплавать. Прям как Венеция, считаете, да? Красивый райончик. Блин, ну... Турция радует, на самом деле, это вот другая Турция. Это не Кемер. В Кемере такого кайфа и гуляния вы не получите. Точнее, кайфа от гуляния по Кемеру вы не получите такого. Все как-то благородненько. Близко к европейскому. О, растут бананы. Это уже, уже радует. Это класс. Вы же знаете, я люблю, когда тропики, бананы, рыбы плавают. Вон, рыбки. И, в общем, на таких лодочках можно поплавать по этому каналу. Ну, а мы с вами, давайте, что будем, любоваться, что ли, вот таким каналом? Или все-таки пойдем и посмотрим, как выглядит пляж? Один из лучших под Марморисом. Поэтому сейчас понаслаждаемся. И тут цветочки. Все красивенько. Уложена плиточка. Спасибо, опять же, Собянину. И здесь поработал. Все. И, кстати, ну и в Марморисе тоже все в плиточке. Марморис? Не, не. А хамач, что Марморис? 25, тюркеш, 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 тюркеш. 25, 250 рублей. В общем, плавать в Марморисе. А это в центре, да? Да, в центре. За 250 вы можете доплыть в центр Мармориса. Ну что, водичка-то здесь. Вот здесь офигеннейшая, офигительная водичка. Классный заход, пологий. Вот здесь, если вы все-таки под Марморисом хотите пляж нормальный, Ичмиллер однозначно, однозначно крут. И вот мы ехали на байке, с вами стояли на той обзорной площадочке. Там вот самая офигенная водичка была. Ну, сейчас прогуляемся вот в ту сторону и искупнемся. Видите, все улыбаются, всем привет передают. Да, супер, супер. Блин, ну, опять же, контраст на фоне наших курортов. Блин, где у нас такие улыбчивые будут, гостеприимные? Почему? Вот, ребят, да я не хочу просто никого там не оскорбить, не унизить или еще что-то. Ведите, ну, вот себя. Видите, хочется возвращаться, когда тебе улыбаются, машут, смеются. Они злятся, выражают свое какое-то недовольство, что ты меня снимаешь, а на каком основании ты меня... Вот понимаете? Вам только разрешают снимать вообще-то, да? Я трое твою камеру вот туда, на асфальте буду лежать. Я тебе предупредил. Отличное у вас вообще поведение. Гостеприимство, да, называется? Мне как-то посрать такое же. Да я понял уже. Кто бы сюда ездил, если бы так здесь относились. Никто здесь так не относится. Вон тоже чувак едет. Не знаю, привет передаст, не передаст. Вот давайте проверим. О, хеллоу, хеллоу. Видите, ну, все гостеприимные. Что было бы? Че снял? Че достал камеру? Ну, ладно. Не все, конечно, у нас такие. Хочется просто, чтобы у нас было поменьше луковых баронов, злых людей. Да, еще смотрите, видите, здесь вот есть общественный пляж. То есть даже здесь шезлонги установлены, им можно спокойно лежать. Точнее, зонтики. А шезлонги с зонтиками это уже приотельная или платная какая-то зона. Вы можете просто плюхнуться и спокойно. Конечно, мест здесь маловато, все они, зонтики эти, уже заняты. Но мы с вами сейчас пойдем купаться. Не, радует, что пляж-то на самом деле небольшой, да, видите, ну, бухточка такая относительно небольшая. При этом много свободных лежаков, много места, пространства. Даже вот на общественном пляже места полным-полно. Это не Марморис, где реально друг на друге все лежат, узкая береговая линия. В общем, Ичмелер вам рекомендую. Так, ну а сейчас давайте все-таки окунемся в Ичмелере. Вот здесь уже заход. Мелкая галька, все приятно, нормально. Конечно, не мука, не белоснежный песочек, да. Но мелкая галечка сойдет нормально. Вот вода, опять же, повторюсь, отличная, оптимальная. Не, не кипяток. Я вот говорю, я боюсь холодную воду, ну, не люблю, точнее, холодную воду. Отличнейшая вода с сентября, я вообще вам рекомендую. Фух, когда нет толпы туристов, ну, хотя даже сейчас. Я не знаю, что представьте, если бы не было сейчас никакой пандемии. И сколько бы здесь было людей. Даже не могу представить. Ну, лишь шикарное место. Вокруг горы, сосны, пальмы. Прозрачнейшая водичка. Все видно, ноги видно. Все прозрачно. Такого... Ну, кстати, в Марморисе тоже вот возле моего отеля более-менее нормально. Просто я видел видео, где люди не видят своих ног, когда зайдут. Это ближе к крепости, там, ну, короче, там, где самый городской пляж. Где мой отель находится, там, ну, это уже подальше. Ого, здесь несколько глубоко остановится. Сейчас как бы... Ухожу, ухожу. Спасайте. Блин. С камерой, конечно, неудобно здесь. В общем, пишите, как вам такой пляжик. Этому пляжику уже можно ставить зачет. Красивейшие вокруг виды. Бухточка, пальмочки, горы, сосны. Отели. Все ух... Опа! Ухоженные. Блин, блин. Немножко водички попал на камеру. Вот. Ну, красивая бухта. В общем. Ич Милеру. Зачетик. Ну, вот я окунулся уже с головой. Блин, это кайфушки. Это бомбиссимо. Это офигиссимо. Реально. Очень красиво. Супер. Освежает. Я бы даже сказал, что еще у тебя холоднее. И то было бы круче. А вот что я хочу заметить. Стоишь вот где-то примерно на этом уровне, да, по... Ну, чуть больше, чем по колено. И тут приплывают рыбки. Типа пескарики какие-то. Ну, даже, может, поглубже вот встать надо. Чуть-чуть. Вот где-то они на этой глубине водятся. И кусают за ноги. Прям так пощипывают. То есть в Таиланде, если за это нужно платить, то здесь ты стоишь, ждешь, ждешь, ждешь. Что-то пока не кусают. Не знаю. Может, по пояс зайти. На камеру я решил записать, и никто не подплывает. Вот. Ну, в общем, если вы стоите неподвижно, вот так вот, грубо говоря, они начинают... О, приплываю. Вот-вот, начала, начала пощипывать. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Охуху, б**. Дверь много. Их там много набежало. Вот, блин, по пояс стоишь. Прям... А-а-а-а. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Сзади, наверное, надо с утра сюда было приехать. Мне здесь нравится то, что горы прям высокие, близко. О, чем-то, знаете, на Амальфе. Во, на Амальфе похоже. Реально, когда домики на скалах, смотрите, вдали, вон, видно, домики на скалах есть. Причем близко гора, когда близко. Мне нравится, когда близко горы. Не то, что вдали, где-то на отдалении. Хороший пейзаж, на самом деле, хороший пляжик. И все это в окружении гор. С утра приехать шикардос. Вот настоящий Марморис. Реально за Марморисом. Приезжаете в Ичмеллер, приезжаете в Турунч. А чем-то, может быть, даже и на Крым похоже, да, ребят? Кто был в Крыму, пишите. Помните, я Амальфе тоже сравнивал с Крымом. Было тоже очень похоже на крымские пейзажи. Вот пример того, как можно сделать культурно приличным, хорошим пляжный отдых в Крыму. Почему не заняться сервисом, облагородить пляжи, сделать пошире, шезлонги, все культурненько, отельчики, плиточка. В теории, чем вот Семеиз хуже вот этого места? Да, в принципе, ничем. Кроме того, что там толпы людей просто на маленьком крошечном пятачке, а все остальное, какие-то установки бурильные, еще что-то. И это уже несколько лет длится и никак не перестроит набережную. Учитесь. Вот у турков как надо. Пригласите, блин, турков. Мрию, построили турки? Возьмите еще, закажите кучу различных отелей. Сколлаборируйтесь там с Риксосом. Кто умеет здесь делать эти? Почему ребята в Турции столько, блин, реально вот курорт, курорт. Вот проехал там Ишмилер, Турунч, Марморис. Все в отличных отелях. Чего у нас так-то не сделают? У нас все курятники какие-то делают, блин. И причем по конским ценам. Блин, я что-то сам себя как-то сейчас накручиваю. Хоть я Крымом был доволен в том году, но я доволен был природой. Вот, а сервисом я не был доволен. О, привет-привет. Привет-привет, как дела? Хорошо-хорошо. Хорошо, отлично. Отлично. Самое лучшее кафе, да? Окей. Вот, Витя, блин, даже не снимаешь, сами врываются в камеру. Опять же, сравнение с Крымом. Там такого нет. Там вас пошлют, скажут, ты какого фига снимаешь мое кафе, ты что делаешь? Я тебе не разрешал. А ты спросил? Смотри, а хамач, ты марморис? 25 гривен. Ну, видите, 250 рублей, очень демократично. По-моему, мы с вами смотрели из Ичмелера. Тоже что-то было в рай... А, ну вот я же спрашивал, там до 250 тоже стоило из Ичмелера. А тут-то дальше плыть. 250 норм. Так, в общем, что, я здесь договорился с кафешкой. Можно было плюхнуться на этих лежаках. Полежать полчасика. Пойти покупаться. А потом пойти наверх на крышу покушать. Сейчас так и сделаем. Отличное предложение. На самом деле, я как говорил, что можете заказать любой напиток, в принципе, и лежать на этом шезлонге. Хоть там пивка взять, хоть... Ну, наверное, не водичку. Наверное, какой-нибудь коктейльчик, копеек. Что-нибудь такое. Не совсем уж дешевое. И можете лежать хоть целый день. Вот. Ну, так, все. Вот здесь даже расчищен заход. Смотрите, можно зайти. Наконец, в Турунче. И искупаемся. Ну, водичка прозрачнейшая. Вот на самом деле, дно вот такое. Это Кемер. Вот в Кемере такое, ну, на общественном пляже, на главном пляже Кемера, вот такие булыжники. Примерно, мне это там не нравилось. Здесь, кстати, тоже мне это не нравится, конечно. Но здесь круто, что именно расчистили, видите. Но все равно дальше он булыжники. Хотя после булыжников все, уже начинается песочек. Здесь такой, знаете, амальфи на минималках. За счет... Я не знаю, что я сравниваю с амальфи. Наверное, сейчас я закидаю помидорами. Кто любит Италию, скажет. Ты что, блин, Турцию с Италией сравниваешь? Ты что, Крым сравниваешь с Италией? Не, на самом деле, плюс-минус, все это дело мне напоминает. Черногория, Крым, Испания. Вот Кипр, не, там еще более лысая природа. Ну, Грецию чуть-чуть можно некоторые районы сюда приплюсовать. Все что-то как-то вот оно напоминает друг друга. И можно, на самом деле, я считаю, что можно это сравнивать. Я по поводу воды. Опять же, класс, супер. Водичка просто огонь. Она, я свежая, ну, не 25 даже, наверное, 26-27. Такая тепленькая, нежная, хорошая, прям блаженство. Водичка прям вот самый сок. То, что нужно. Не жарко, не холодно. Оптимально, даже, ну, можно чуть-чуть уже и холоднее, на самом деле. Ах, мне нравится. Так, и что, я, значит, заказал корнеярик. Это баклажан какой-то нашпигованный всякими, там, не знаю, и помидорами, и луком, и мясом, и специями, и чесноком. В общем, что здесь только не нашпиговано. Ну, и взял, в общем, напиток. Вот, а корни... Корниярик. Корниярик. Я из Гуд. Меня шеф-повар. Ва, шеф-повар даже пришел. О, гуд, гуд. Вот так что, вот так. Видите, они все радуются. Класс. Из Гуд. Спасибо. Тачкир-дарин. Тачкир-дарин. Редяй-дарин. Вот, так что, все. Сейчас попробую, значит, какой-то кабачок нашпигованный. Кучей всего. Я уже забыл, как его называется. Кириж-ярик. Кищиярик. Вот, с таким потрясающим видом. Ну, как я всегда говорю, главное в еде не еда, а вид. В данной ситуации и вид подобающий. И, надеюсь, еда будет офигенная. Ну, красота. И, значит, блюдо там, ну, 500 рублей, плюс водичка 250 рублей. Напиток, точнее. Мне уже несут свежевыжатый сок. Ох, какая ледяная. Ничего себе. Супер, супер. Класс. Я таких, слушайте, кружек-то и не видел, чтобы приносили. Ледяная. Слушайте, а свежевыжатый сок просто так ободрит. Причем в этой ледяной кружке это прямо офигительно. Это кайф. На самом деле, вот в пиве главное, чтобы оно было ледяным и холодным. И тогда оно будет любое хорошим. Поэтому свежевыжатый хмель прям зачет. Если теплое, любой, любой пивасик вообще невкусный. А главное, чтобы он был ледяной, в жаришку, плюс 35, как сейчас. Это самое то, что нужно. Принесли блюдо. Можно наслаждаться едой. Блин, это обожраться просто. Ну, значит, кабачок, видите, да, с перчиком. Короче, что там только и нет. И еще и это. И это, блин, реально на двоих блюдах. Как я это сейчас съем, я даже не знаю. В общем, ну, всем приятного аппетита. Сейчас я это нарежу. И на камеру вам скажу свое впечатление о блюде. Ну, а прежде чем приступить есть, любой блогер должен, наверное, сфотографировать это все красиво. Поэтому для Инстаграма сейчас сделаем красивую фоточку. Вы не забывайте переходить в Инстаграм, подписываться, потому что в инстаграме идет в реальном времени загрузка и видео. И в данный момент я сейчас сториз сюда загружу. Точнее, в Инстаграм загружу. Поэтому, если вам интересны мои путешествия, подписывайтесь на Инстаграм, обязательно. Итак, поехали. Я еще не пробовал, поэтому первый укус. Ммм, горячая. В общем, здесь что у нас? Фарш получается намешанный такой. Много различных овощей, перчик. Остренькое что-то я уже вот почувствовал. Чесночок, лучок, кабачок. Ммм. Прям горячий. Сочный кабачок с мясом, специями. Остренький. Нет, прикольно, что здесь и гарнирчик есть. И все это 500 рублей всего стоит. Вот эта кафешка, где я сидел, называется Руф Терраса. Вон там наверху. Прикольная. Рекомендую. Цены, в принципе, доступные, нормальные, адекватные, с красивым видом. И, по-моему, кстати, это единственная кафешка с рестораном на крыше. Я что-то больше не вижу. Так, и решил я все-таки метнуться 5 километров до следующей деревни. Забыл, как это называется. Какое-то сложное там название на Керикберик опять тоже какой-то. Думаю, за... Там что-то пишет 10-15 минут ехать. Да, но я почти не соврал. Не Керикберик, а Кумблюк. Кумблюк, Кумб... Так, погодите. Кум-лю-бук. Кум-лю-бук. Вот так называется пляж. Кум-лю-бук 6 километров. Бога на ли. Слушайте, вот еду я там Амос, а вот это Керикберик дальше будет. Дороги, блин, я так жалею, что я мало что-то выделил на Марморис. Вы посмотрите, короче. Вот дорога, а вот такие виды на Турунч. Офигеть, на байке едешь, просто я кайфую. Это офигительно, конечно. Что-то я прям мало заложил времени на Марморис. Я бы здесь с удовольствием поколесил по этому побережью. Ребят, ну-ка, пишите в комментариях, нравится вам, передает ли вообще камера. Еще свет так падает. Скоро, конечно, солнце сейчас сядет за горы и будет уже темновато, но это потрясно. Итак, выпуск получился насыщенный. Много красивых видов. И зеркалки нормально получилось. Поэтому пишите в комментариях, поддерживайте меня. Пишите, какой вам пляж понравился. Не забывайте пальчики обязательно вверх ставить. Ждем следующих серий. Будет еще, обещаю, более насыщенно и красиво. Будет офигенный пляж. Пляж Клеопатра будет. Сам жду очень Алюдениз. Поэтому подписывайтесь и ждите Алюдениза. Вот интересно мне, кстати, Турунч или Алюдениз? Что окажется круче? Вот меня Турунч впечатлил. Я все-таки жду, что Алюдениз окажется круче. Там еще должно быть бомбический. И еще этот проглайдинг. И оперный театр. Какие будут у меня там эмоции, я даже не знаю. Друзья, спасибо за просмотр. И не забывайте оставлять комментарии под видео. А также ставить лайки. Это действительно важно для развития канала. А если вы еще не подписаны, не забывайте это сделать. Ведь на канале вы сможете найти множество полезных и увлекательных видео по большому числу интересных стран. Переходите по ссылкам в описании и подписывайтесь. До следующего выпуска. Продолжение следует...